МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как всегда, Новый день с вами встречает утренний фреш. Сегодня я, Влада Васильева, расскажу об актуальных культурных событиях Гомеля и познакомлюсь с другой полезной информацией и интересными фактами. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется сплошная облачность и небольшой дождь. Днем температура воздуха составит всего 18 градусов. Ветер юго-восточного направления скоростью до 4 метров в секунду. Начнем выпуск с информации о выставках, которые можно посетить в областном центре. В Музее истории города Гомеля проходит выставка фотографий «Колесо жизни белоруса». Нам всегда интересно заглянуть в прошлое, особенно если это прошлое одной семьи. Рассматривая старые фотографии, задумываешься о влиянии на нас, наших корней. Экспозиция стала своего рода продолжением проекта «Белорусский семейный альбом». В пожелтевших фотоснимках целая жизнь в череде событий. В них шесть оборотов колеса жизни – детство, взросление, учеба, свадьба, семейная жизнь и смерть. Свершить путешествие по жизни белорусов предлагается до 4 октября. До 6 октября гомельчане могут познакомиться с выставкой работ фотографа Еленки Донбровой. История экспозиции под названием «Игра света и тени» началась еще в 2009 году. Затем казалось, что кроме пары снимков больше ничего не получится. Еще 4 года идея не реализовывалась. Многие фотографии ушли в корзину. Но со временем у автора сформировался подход, были поставлены конкретные рамки. А это отсутствие монтажа и серьезной обработки. Хотелось не нарисовать и не придумать, а именно увидеть и запечатлеть. Что из этого получилось, узнают гости музея истории печати и фотографии гомельщины. В музее автографа продолжает работу художественная выставка «Тетрис». Ее авторы – воспитанники Гомельского государственного художественного колледжа. В экспозиции работы в технике рисования маслом на холсте. Натюрморт, портрет, фигурная композиция, человек в интерьере, пейзаж. Во все времена взгляды людей привлекали естественная красота. Сельские пейзажи с простым бытом. Этого так не хватает жителям больших городов. В работах молодых художников – интерьерный жанр, который больше, чем натюрморт, раскрывает жизнь человека через мир вещей и через обстановку. Выставка открыта до 15 октября. Библиотека имени Герцина предлагает познакомиться с живописью Норика Саребекиана. Экспозиция под названием «Камень преткновения» открылась в рамках проекта «Живой автограф». В ее основе картины, выполненные в технике масляной живописи. Гомельчане увидят работы, написанных художником в 2020 году. Название экспозиции дала одна из картин «Камень преткновения». На выставке раскрывается ее тайна, в основу которой положен вечный круговорот жизни. Картина галереи Гаврила Ващенко представила выставку под названием «Что может быть лучше природы? Афорты Ивана Шишкина». Живопись этого мастера любима многими поколениями зрителей. Менее известно его графическое наследие, хотя Шишкин был гравером-профессионалом. Он создал более ста листов, посвятив их изображению родной природы. На выставке будет представлен альбом 60 афортов профессора Шишкина, 1870-1892, Санкт-Петербург. Это оригинальные афорты черной краской и сепей. Причем папка является итогом более чем 20-летней работы художника в технике афорта. 29 сентября на сцене университета имени Франциска Скорыны будет показан спектакль Народного студенческого театра «Зеркало». В постановке «Вся наша жизнь – игра» задействованы студенты и выпускники вуза. Сценарий собран из пьес различной тематики, но так или иначе вращается вокруг театральной темы. Увидеть премьеру может каждый желающий 29 сентября в 19.00. Получить дополнительную информацию можно по номеру телефона в Гомеле 57 33 30. Молодых ученых и специалистов приглашают принять участие в конкурсе работ на присуждение ежегодных премий Облсполкома за 2020 год. Ежегодные премии стимулируют творческую деятельность научных сотрудников, аспирантов и других работников, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью. Участвовать могут ученые и специалисты до 35 лет, включительно на 1 декабря. Кандидатов на получение премии выдвигают ученые советы, советы молодых ученых вузов, научных, проектных и опытных конструкторских организаций, а также научно-технические и техноэкономические советы предприятий и организаций. Материалы можно направить с 1 октября до 1 декабря. Уточнить информацию можно по номеру телефона в Гомеле 33 47 18. По понедельникам в нашем эфире на важные вопросы жизни региона отвечают участники интерактивной программы «Диалог». Это руководители управления и комитетов Гомельского облсполкома, предприятий и организаций. Открытый разговор помогает решить волнующие проблемы. Включайте телеканал «Беларусь4 Гомель» сегодня в 19.20. Сегодня в нашей рубрике есть вопрос. Нотариус Светлана Белова расскажет о том, как нотариус поможет договориться в вопросе воспитания детей. Не переключайтесь. Ну, как мы все знаем, мне лишним будет напомнить, что детки нуждаются в заботе и внимании как со стороны мамы, так и со стороны папы. И, соответственно, тот родитель, который проживает отдельно от детей, он имеет право общаться с детками, но при этом он обязан их содержать, принимать участие в их воспитании. Тот родитель, с которым дети проживают, соответственно, не имеет права препятствовать другому родителю в общении его с детьми. То есть 1 июля родители, которые никогда не были в браке, либо брак которых расторгнут, имеют право заключить соглашение о детях. В данном соглашении можно решить все вопросы воспитания, проживания, содержания деток. Можно определить размер алиментов, выплачиваемых на детей. Можно определить порядок выезда детей из Республики Беларусь. Можно определить порядок проживания детей, порядок общения с ребенком отдельно проживающего родителя. Ну, для сравнения, до 1 июля такой возможности не было. То есть такая возможность была только у супругов при расторжении брака, соответственно, либо признание его недействительным, и только такое соглашение мог удостоверить суд. Поэтому, конечно, те лица, которые брак уже расторгли, либо которые никогда не были супругами, такой возможности не имели. Поэтому это новшество в законодательстве. И, соответственно, сейчас по этому вопросу можно обратиться к нотариусу. Хотелось бы обратить внимание, что этот договор, это соглашение носит личный характер, поэтому оформить его по доверенности нельзя. Для этого нужно будет обязательно присутствие обоих родителей лично. Хотелось бы обратить внимание телезрителей наших на то, что мирное решение вопросов. К этому всегда нужно стремиться. Поэтому очень целесообразно вопросы в отношении детей решать путем соглашения. То есть это разумно, это правильно. Ну, и, соответственно, в этом вопросе сейчас вправе помочь нотариус. Также хочу обратить внимание на то, что сейчас имеется возможность, скажем так, заключения нескольких соглашений, в которых могут быть урегулированы вопросы о детях. То есть это брачный договор. Соответственно, это соглашение об уплате алиментов. И причем не только на несовершеннолетних детей, но и на нетрудоспособных совершеннолетних. А также соглашение о детях. Причем соглашение о детях можно заключить только в том случае, если до этого родители не обратились в суд и не решили эти вопросы в судебном решении, либо в уже заключенном ими брачном договоре, либо в соглашении об уплате алиментов. Поэтому никогда не стоит торопиться обращаться в суд. Всегда нужно пытаться договориться и прийти к нотариусу для того, чтобы он помог в решении данных вопросов. И в завершении выпуска уникальное природное явление, которое было запечатлено в водах Черного моря. У берегов Абхазии в объектив фотокамеры попала редкая водяная воронка. На фото видно, как перемешивается вода темно-синего и ярко-бирюзового цвета. Согласитесь, увидеть такое явление природы приходится нечасто. Это был Утренний Фрэш. Желаю вам улыбок окружающих вас людей и только хорошего настроения. Оставайтесь на Беларусь 4 Гомель. Беларусь 4 Гомель.